МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Джонни Глоберешвили, грузинский скульптор, родился в 1953 году в городе Вани. Окончит факультет скульптуры в Тбилисской государственной академии изобразительных искусств. Три года изучал скульптуру в аспирантуре. Член Союза художников Грузии. Работы скульптора можно увидеть в Америке, Канаде, Австралии, Китае, Испании, Франции, России и в других странах мира. Джонни Глоберешвили – участник международных пленеров и симпозиумов, в том числе международного пленера по скульптуре в камне, посвященного 750-летию Могилева. Я этим живу, и для меня искусство каждые дневные, дневные, с утра до вечера, думаем. Когда думаем, тоже это работа. Ну, этим живем, потому что я люблю. Я люблю, и когда любишь, не можешь оторваться от него. И вот так вот продолжается давным-давно уже. Говорят, что искусство умер. Сегодня вот такие критики говорят, что искусство умер. Но я не считаю так, что искусство умер. И снова-снова меняется и рождается. Снова новыми подходами, новыми образами. Не так просто открывается все. Надо какую-то медитацию, надо какой-то подход. Это какой-то секретный, какая-то обстановка. Который мы стараемся открыть. Открыть, что это такое. И когда мы хотим приближаться к истину, а истина всегда передвигается. Но мы можем оказаться очень близко с ним. Наверное, еще рано для человека, чтобы какую-то настоящую истину открыть. И еще рано, по-моему. Как раз, чтобы найти смысл, надо открыть истину. А так, без этого, без этого, как-то мы чувствуем, мы живем, крутимся, все делаем, как-то что-то ищем. Но если не откроется истинно, где тогда смысл? Что такое смысл, мы не знаем. Потому что как будто все повторяется, все идет в циркуляцию. И за это надо на что-то надеяться, чтобы или завтра, или послезавтра. На этом надеемся, чтобы когда-то откроется это окно, и мы увидим, наверное, настоящий, это физический мир. Я ищу камни, например. Я знаю, что от камня идет большая энергия. Там внутренняя энергия, которую надо принимать. Принимать точно, как там есть. И надо осознать, и это внутренний язык камня. И тогда мы сможем с ним разговаривать. Мистически, потому что, во-первых, камни плотность такой. И всегда думаешь, откуда эта плотность. И рядом духовный мир, и такая плотность вместе, как они связаны друг с другом. Все в секретах. Главное, там эмоция. Эмоция – это, как Илья Крестова говорил, эмоция – это космос. И камни тоже такой космос. Думаю, что мы трогаем камни, мы как-то разрушаем его мир. И сделаем, ну, конечно, очень много чудесований сделано из камня. И в таком уровне, что он достиг выше уровня. Египет, греческая скульптура, там выше уровень. Потом римляне начали повторять, потому что они сказали, что выше этого не бывает. Ну, сейчас, по-моему, искусство, немножко какая-то пирамида, да, идет на другой, вот, вниз идет, так. И когда дойдет до конца создается настоящая пирамида, по-моему. И потом увидим еще, увидим, что откроется новое что-то. Надо ждать, не надо сразу, чтобы думать, что почему я все не открыл сразу. Это потихоньку придет. Может быть, в следующих годах и веках, наверное, я не знаю. Во-первых, надо большой опыт. Когда имеешь большой опыт, это уже, ты, камень уже подчиняется. Надо большой опыт, но потом я хожу по всему миру и опыт получаешь от других менталитетов, от других стран. Бронза имеет другой язык. Там, например, бронза можно расплавлять и там по-другому все. А камни по-другому. Вот, когда бронза, на бронз думаешь, и выходишь изнутри. А камни наоборот, заходишь в камни. И это совершенно другое. Ну, сейчас в современном мире можно такой коллаж делать. Например, камень говорит на язык. Бронза, наоборот. Камень. Бронза говорит на язык. Там можно сложить другой язык. Иногда хочется, чтобы уйти вообще от этих языков и что-то новое найти. И уйти от своей тела. И бросаться в космос, чтобы что-то найти новое. И импровизация иногда помогает на что-то, помогает. Без импровизации трудно, потому что импровизация дает возможность, чтобы уйти от старых и как-то найти какую-то другую дорогу. Другая дорога. И я считаю, что импровизация дает другую жизнь. Другую жизнь дает искусство. Они говорят, но мы должны услышать, что они говорят. И там даже текст записан. А этот текст надо считать. И камни передвигаются, мы не замечаем. Растут, тоже не замечаем. Надо очень тонко подходить с камнем. У меня такое ощущение, когда рядом с камнем. И мой подход такой, что лучше посмотреть камень и потом думать об этом. Заранее я не люблю, например, заранее сделать эскиз или что-то. Потому что этот эскиз для меня потом стареет. И не хочу это повторять. И я хочу сразу начинать, прямо как увижу камень, и чтобы вместе рождался идея и так пошел. И чтобы это не стало старым. Я хочу, во-первых, чтобы диалог получился с камнем. Это долгий диалог. Всю жизнь освещаешь камень. И это есть текст. Есть такие тексты, которые вместе с нами идут. Тексты, которые никак невозможно выразить словами. Не обязательно, что это искусство было. Например, красота человека. Или словами не могу описать. То есть самая красота есть там, внутренний мир. И которую мы не можем описать. Но этот текст существует. Этот текст. А потом кто-нибудь этот текст будет читать. Будет увидеть этот текст. Чувство – это корона, корона мышления. Потому что все заложено. Там мы этим живем. Если нет чувства на высшем уровне, то тогда ты не можешь диалог создать. Ничего не сможешь сделать. Никакой текст ничего не поможет. Прекрасно, может быть, во всем увидеть. Смотря вот... Это тоже от чувства зависит. Потому что от настроения зависит. Потому что как создаешь ты сам настроение, так и прекрасный мир перед тобой. Отношения у меня с камнем – философический подход. Но сам философия в чем, я не знаю. Потому что, наверное, это еще долгий путь. Надо, чтобы это осознать, может быть. Сложить концепции, разные концепции там. Так, чтобы что-то, хотя бы немножко, какие-то капли новое что-то рождалось. Новое что-то. А это новое как раз есть, наверное, это философия, что ты смог сделать. Когда что-нибудь поломается, например, на камне, ты думаешь, что это кто-то подсказал мне, что это должно было отломаться. Так думаешь. Или это великая случайность, или не знаю, что это. Может быть, случайная обязательность, или не знаю что. Потому что я так думаю, например, что это потому поломался, что не должно быть оставаться там. Я так думаю. Когда расстаемся, окончено. Но если не расстаешься, там что-то ищешь опять. И если так посмотрим, никогда не кончается. Ну, потому что всегда есть продолжение. Всегда есть продолжение. В моем искусстве так. Может быть, есть какая-то конкретная идея, которая невозможна что-нибудь добавить. Это конец и все. Есть такие, например, делаешь куб, да? Куб есть куб, и все. Что добавить там? Или надо внутрь идти, или что-то открыть, или что-то другое. Когда я работаю, вот имя этого названия может получиться в конце. В конце. Может быть, ты думаешь, какое-то название сначала. Ну, когда писатель пишет, например, произведение, пишет, 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 и не может найти, что назвать. И когда уже хочет поставить точку, может быть, а вдруг появится название. И вот так. В искусстве тоже так. Идешь, 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 меняешь что-то, и находишь что-то, и вдруг доходишь до настоящего. Сейчас скульптура и архитектура было вместе. Вот, например, в Италии, везде архитектура одна целность была. Сейчас они отошли от друг друга, и они создают свой мир. Но, и архитектура столько вещей взял из скульптуры, что архитектура уже стала скульптурой. Если так посмотреть, все скульптура, что имеет форму. Это все скульптура. Побочка, все там, птицы, все это скульптура. Создание до конца, все сделано там. Ну, такие скульптуристы, которые поют даже. Это все скульптура, которую создал Бог, или кто создал, не знаю, но, наверное, Бог создал. Мой принцип, чтобы я осознал себя до конца, то, что в моем заложено, чтобы это все я успел осознать, и все. Это мой кредит. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!